27 миллионов жизней унесли 4 года самой страшной, кровопролитной, безжалостной войны в нашей истории. 19 тысяч человек наша страна теряла каждый день. Беда не обошла стороной ни одну семью. Но, несмотря на все страдания и лишения, наш народ выстоял. Наши деды и прадеды принесли нам победу. И 9 мая мы в первую очередь вспоминаем их, героев Великой Отечественной войны. У нас осталось на сегодняшний день 343 ветерана. Значит, и тем дороже нам эти люди, которые являются живыми свидетелями тех великих событий. Это и участники войны, это и благодатники Ленинграда, это и дети войны, это и труженики тыла и узники концлагерей. Наша с вами задача сохранить как можно дольше жизнь этих замечательных людей с тем, чтобы только свидетели могли оценить те события, которые происходят сегодня в мире. Почти 2000 саровчан ушли на фронт за годы войны. Более 500 из них не вернулись домой. И сколько бы ни прошло времени с тех пор, сколько бы ни было попыток поменять историю, мы всегда будем помнить великий подвиг нашего народа и ту огромную цену, которую мы отдали за мир. 9 мая 1945 года навсегда войдет в историю как день величайшего триумфа нашего народа. Подвиг ветеранов и тружеников тыла – это пример для тех, кто сегодня защищает нашу страну от новых угроз. Тогда, в далеком 1941 году, силы были неравны. Но весь народ встал как один, от мала до велика. Каждый внес свой вклад в общую победу. И сегодня, когда снова идет война, война идет более хитрая, более коварная. Война идет за умы, за сердца, за нашу историю, за нашу память. Каждый из вас может внести свой вклад. Саров, и не только Саров, вся Россия помогает сегодня бойцам, которые стоят на передовой. Которые с оружием в руках защищают независимость и само существование нашей страны. Каждый из нас может помочь. Спустя 78 лет история вновь взывает к нашей памяти и к нашему разуму. Нам опять брошен вызов. И наши войны встали на защиту границы России, ее безопасности и суверенитета. Но наше дело правое, и мы победим. А в этот праздничный день я хотел бы обратиться ко всем и пожелать нам помнить и чтить традиции. Традиции героизма, мужества, самопожертвования, которые так характерны для русского народа. После торжественного митинга на площади Ленина выступил сводный отряд барабанщиков, пионеров и союза детских организаций «Сияющие звезды». За ними торжественным маршем прошли представители военно-патриотических клубов, войска Саровской дивизии и парадный расчет кинологического подразделения. Затем началось шествие трудовых коллективов города к Вечному огню, где всежелающие возложили цветы в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24.